я всем привет на связи максим петров рад приветствовать вас на канале макс капитал сегодня будем разбирать инвестиционные портфели наших подписчиков решили мы такой челлендж для себя устроить прежде чем перейти к конкретным портфелям я бы хотел первое сделать вводные да то есть рассказать о типовых ошибках второе призываю досмотреть данное видео до конца потому что в конце я расскажу что нужно сделать для того чтобы ваши портфели были эффективными чтобы их легко было учитывать чтобы можно было планировать чтобы можно было составить какой-то инвестиционный план на будущее сверяться со своим инвестиционным планом на будущее и соответственно сервис которыми можно пользоваться и почему этими сервисами нужно пользоваться для того чтобы и в будущем если вы будете обращаться не ко мне вы будете обращаться к каким-либо другим инвестиционным или финансовым консультантом, вам было проще понять, где вы находитесь сейчас. То есть мы получили большое количество запросов на разборы институционных портфелей, где встречаются основные ключевые ошибки, которые я хотел бы сейчас непосредственно огласить. В очень многих портфелях, в очень многих портфелях, в очень многих запросах встречается то, что люди, несмотря на всю нашу просветительскую деятельность, на количество видео, которое находится на нашем канале, о нулевом шаге начинающего инвестора, о первых шагах начинающего инвестора. То есть я увидел такие очень важные ошибки, которые уже прямо сейчас приводят к очень высокой неэффективности. Первая ошибка заключается в том, что у человека фактически нет личного финансового плана. То есть у него есть некие такие эфемерные цифры, у единиц есть конкретные цифры, то есть сколько они хотят получать, то есть сколько денег нужно в принципе. То есть какой пул денег должен быть. Второе, какой доход этот пул денег должен генерировать. Я не говорю, что у всех это встречается, но у очень многих это встречается. За этими деньгами нет конкретных финансовых целей. И то есть это некий такой ахт в голове, связанный с тем, что человек не знает, что он хочет, он соответствующим образом учитывает свой инвестиционный портфель. То есть, что я увидел в скринах? Первое, что я увидел, две трети счетов открыты в Тинькофф инвестиции. Две трети счетов менее 500 тысяч рублей. О чем это говорит? Это говорит о том, что две трети людей, которые обратились ко мне за запросом, уже прямо сейчас платят очень высокие комиссии. Очень высокие оборотные комиссии, которые съедают значительную долю прибыли. При этом портфель более 50 тысяч рублей, но менее 1 миллиона рублей. О чем это говорит? Первое, что хочется сказать, посмотрите еще раз на брокеров шире. Сравните тарифные планы. Посмотрите на размер комиссии, которую вы действительно уплачиваете. Второе, что я заметил, заключается в том, что аналитика по портфелю для меня очень тяжелая. То есть люди скинули информацию о том, какие акции у них куплены, какое количество этих акций и какой финансовый результат за сегодня. Кто-то результат за сегодня, у кого-то результат с начала года. Но ключевой аналитики заключается не в том, что у вас, сколько и какую прибыль по позиции вы получили. Вы должны смотреть на весь портфель в его динамике. К сожалению, здесь нужно признать, что аналитика того же самого Тинькофф не очень хорошая. Но первое, что должно быть, это как раз таки разбивка по секторам, потому что мне на самом деле, вы должны понимать, что количество запросов достаточно большое. Выделить, условно, у человека портфель на 150 тысяч рублей, из которых на 31 тысячу рублей куплена какая-то конкретная акция, на 6720 рублей еще какая-то акция куплена. То есть мне очень трудно выделить и понять, какова доля. Потому что при разборе портфеля нужно соотносить цели, которые человек ставит, насколько они консервативны или агрессивны, насколько они определены во времени и насколько это соотносится в инвестиционном портфеле наличие или отсутствие агрессивных инструментов. Разбивка. Второй совет от меня будет. Профессионально учитывайте ваши инвестиции. То есть есть отдельные сервисы, я расскажу в конце данного видео. Позволяет действительно достаточно хорошо учитывать ваш реально полученный доход. Позволяет сравнить доходность с бенчмарком, с индексом. Потому что сейчас сравнение доходности с индексом вам очень тяжело. То есть вы не можете сравнить свой портфель. Если вы уходите от вопроса индексного инвестирования, то в этом случае вам не с чем сравнивать вашу доходность. То есть что для вас является ориентиром? У вас нет личного финансового плана. В рамках личного финансового плана нет нормы доходности, которую вы хотите обеспечить. То есть у вас с позиции личного финансового плана ориентира нет. Окей, если у вас нет ориентира с этой позиции, то возьмите за ориентир хотя бы доходность индекса. Почему доходность индекса? Потому что вы можете купить индексные фонды достаточно дешевые, инвестировать в них, тратить на это гораздо меньше времени и получать рыночную доходность. То есть если вы соответственно не покупаете индексные фонды, а выбираете отдельно взятые ценные бумаги, вы зачем это в принципе делаете? К чему вы применяете эту диверсификацию? Платя высокие оборотные комиссии, комиссии на хранение может быть имеет смысл и заниматься индексным инвестированием. Ну и третье тоже, что бросилось в глаза из того, что я увидел, это или очень широкая диверсификация, то есть человек в целом он понравился, но там идет очень широкая диверсификация. Большое количество акций, у которых там 0,3% в портфеле, 0,2%, 0,5%, 0,72%. Что человек этим добивается? То есть широкой диверсификации, то есть он следует заветам марковица, что риск по портфелю меньше, чем риск по бумаге и хочет диверсифицировать риски. Окей, у меня тогда вопрос, почему ты это делаешь самостоятельно внутри? Достаточно ли у тебя в 27 лет знаний для того, чтобы отобрать соответствующие ценные бумаги, чтобы сформировать немного другую структуру, нежели чем индекс и получить более высокую прибыль? Это вот первое такое замечание. Второе замечание наоборот, то есть часто встречалось, что человек сам признает, перебрал со Сбербанком, перебрал там с МТС, перебрал там с какой-то дивидендной истории, потому что повелся на высокие дивиденды. То есть что происходит? Происходит то, что человек опять-таки, он считает, что будут уже выплачены какие-то предыдущие высокие дивиденды и они будут всегда. И человек, нарушая диверсификацию портфеля и покупает этой бумаги гораздо больше, чем 15%. То есть максимальная доля одной ценной бумаги, которая может быть в инвестиционном портфеле. Ну что ж, давайте перейдем. Я вам покажу, как непосредственно это работает. Как у нас это происходило? Соответственно, мы делали запрос, связанный с тем, что определите свои цели, которые вы непосредственно перед собой ставите и, исходя из этого, скиньте то, какой инвестиционный портфель вы хотите непосредственно иметь. Итак, первый у нас Константин. Соответственно, цель долгосрочная на пенсию. Сейчас мне 31 год, пополнение 55 тысяч рублей в месяц. Итого, по 12% годовых через 19 лет будет 16 миллионов. С 16 миллионов 12% 1,9 миллионов в год или 160 тысяч рублей в месяц. Моя пенсия в 50 лет. Фото прикрепил, спасибо. Ну, что здесь можно сказать? Что, первое, да, есть точка, где мы находимся. Есть сумма, которая пополняется. Предполагается, что я на основе скринов должен понять, сколько сейчас портфель стоит. Есть норма доходности. Здесь нужно просто ставить норму доходности 12% годовых, как считает подписчик. Да, это чистая доходность или индексированная на уровень инфляции. Соответственно, есть цифра 16 миллионов. И человеку понятно, что цифра в 16 миллионов рублей позволит ему обеспечить пенсию 160 тысяч рублей. Здесь с целеполаганием все достаточно интересно. Давайте посмотрим на портфель. Что бросается в глаза? Брокерский счет открыт в Тинькове. Сумма больше 1 миллиона рублей. Соответственно, здесь комиссии все-таки будут поменьше. Но, опять-таки, относительно других брокеров комиссии высокие. Часть комиссии можно посмотреть, заказать отчет, каков был размер комиссии у человека по итогам работы с данным брокером, из чего она формировалась и сколько в итоге составило. От 187 с половиной тысяч рублей, той прибыли, которую всего за все время мы имеем. Второе, что неудобно, как я уже упоминал в начале видео, что цифры учитываются в рублях, цены на акции учитываются в долларах. Мне сложно на самом деле. То есть мне сейчас нужно перевести эти доллары в рубли, понять отношение стоимости рублевых к стоимости общего портфеля. Мне непонятно, мне сложно сделать оценку. Если говорить конкретно, называть эмитентов, я бы не хотел к этому сейчас переходить. Что мне нравится, что мне не нравится. Пока первое, с чем бы я сверился, я бы сверился с доходностью 18 процентов. Это в рублях доходность, при этом целевой ориентир 12 процентов годовых. То есть как это соотносится с его личным финансовым планом. То есть если у него цель стоит приумножать капитал на 12 процентов ежегодно, у него доходность 18 процентов. То есть эти 18 процентов за какой промежуток времени? То есть здесь нужно смотреть годовую доходность. И вот что хочется посоветовать Константину. Основные рекомендации. Опять же не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Я говорю, что бы сделал я. То есть первое, я бы все-таки составил личный финансовый план. Это раз. Очень хорошо, что определен временной горизонт достижения финансовой цели. То есть 31 год, 50 лет хочет получать пенсию. Соответственно он понимает, что 19 лет будет в общей сложности инвестировать. Понимает норму доходности. И поэтому здесь получается соотнесение нормы доходности, которую нужно закладывать в личный финансовый план. Второе, сменить брокером. Потому что сейчас получаются достаточно высокие брокерские комиссии. Можно найти более дешевого брокера по комиссии. Следовать личному финансовому плану согласно финансовых целей. И соотносить доходность инвестиционного портфеля с доходностью в рамках инвестиционного плана. То есть если 18% это годовая доходность. У нас сейчас инфляция там в районе 7-8%. То есть эффективная доходность у вас составляет 10%. Думайте, каким образом вы будете покрывать инфляцию. То есть здесь есть два варианта. Или вы должны понимать, какими дивидендами у вас это будет закрыто. Или второй вариант это то, что вы будете самостоятельно индексировать инфляцию новыми деньгами, которые вносите весь свой инвестиционный портфель по итогам года. С Константином общие советы могут выглядеть следующим образом. Если это полезно, друзья, вам лично было, пожалуйста, оставьте комментарий. Может быть вы тоже добавите что-то, что стоит сюда довнести. Очень важный момент, что мы сейчас не критикуем. Мы говорим, что можно непосредственно улучшить. Портфель Алины. Добрый день. Спасибо за ваше видео. Высылаю скрин на своего портфеля. Возраст 27 лет. Цели создания капитала. Рост плюс дивиденды. В дальнейшем получение пассивного дохода. Временные рамки 3-5 плюс лет. Держу Китай около 11% на средний срок. 1-3 года. Акция плюс XKN. Спасибо, если нужна дополнительная информация. Но действительно нужна дополнительная информация, потому что здесь вот идут разногласия, разночтения. Непонятно, насколько должен расти капитал. С целью дальнейшего получения пассивного дохода. Какого? Почему временные рамки 3-5 лет? То есть в возрасте 27 лет человек определяет для себя временные рамки 3-5, а потом все-таки еще плюс лет. Портфель при этом мне на самом деле нравится. С другой стороны, он такой, наверное, нравится мне с моим горизонтом инвестирования. С горизонтом инвестирования 3-5 лет. Я думаю, что он достаточно рискованный. Третье, что здесь встает лично для меня, это возможности пополнения. Очень важно при составлении личного финансового инвестиционного плана. Это сумма, которая у вас есть сейчас. Сумма, которая непосредственно должна быть. Когда она должна быть. С какой нормой доходности она должна непосредственно работать. Есть ли возможность пополнения. Потому что пополнение – это увеличение размера работающих активов. Потому что у вас пополняются активы, да, за счет собственных средств. Но в дальнейшем, чем быстрее вы этих количеств, то есть наберете вот эту вот критическую массу, которая начинает работать как по формуле сложного процента, чем быстрее она восстанет большой, тем большую норму капитализации она будет в будущем приносить. В конце данного видео я, соответственно, покажу, каким образом я это делаю. Как выстраиваются вот это вот цели полагания, цели, которые непосредственно хочу достигнуть. И как можно этим оперировать. Добавить более длительный промежуток времени. Добравить непосредственно конкретики. То есть, какая сумма совокупная должна быть. И какая сумма позволит обеспечить какой уровень пассивного дохода. Потому что про это ничего не сказано. Мне сложно понять вот эту вот оговорочку. Держу Китай около 11% на средний срок 1-3 года. Отдельные акции плюс FXCAN. Зачем? Ну, то есть, я вообще тогда сейчас в раздрай. Что я должен сказать? Хорошие эти компании или нет? Ну, окей. Вопрос, как это позволит достичь финансовых целей. При этом, если брать среднюю температуру по больницу, компании, присутствующие в портфеле, интересные, хорошие. Хорошие бумаги, с одной стороны. С другой стороны, он настолько широко диверсифицирован. Столько всего куплено. Вот где-то прочитали, посмотрели, вроде бы понравилось. А человек не может применить фундаментальные показатели, которые он нашел по компании. Он не может применить относительно своего капитала. Потому что у него не определен горизонт инвестирования. У него не определена целевая норма доходности. И поэтому получается, что у него эта компания есть. Но она у него цели конкретно его не достигает, потому что цели не согласованы. И поэтому, получается, широко диверсифицированный портфель. Возникает вопрос, зачем? Может быть, тогда, Лина, вам имеет смысл просто продать конкретно взятые ценные бумаги и пойти по вопросу инвестирования в широко диверсифицированный индексный портфель. Того же самого Vanguard. Тем более, насколько я понимаю, являетесь квалифицированным инвестором, у вас такая возможность имеется. Видно, что присутствуют первые топ-две строчки. Это хорошие дивидендные истории. Защитные в настоящий момент. Что очень даже неплохо. Да, и четвертая точка. Alibaba. Высокая доля. Первый скрин. Как бы все хорошо. И потом пошли. Широкая-широкая диверсификация. Широкая-широкая. Прям вот-вот-вот-вот-вот. То есть, получается, в общей сложности в инвестиционном портфеле присутствуют 56 акций. От доли в портфеле 10,6% до China Life Insurance 0,07%. Мне непонятно столь широкая диверсификация, что с какой целью куплена China Life Insurance на 0,7%. Если даже эта акция вырастет в будущем. Как она взвешена по капитализации? Как она относится к портфелю? Как она повлияет на доходность портфеля? Какая итоговая доходность? То есть, получается, нужно провести анализ согласно целей. А цели очень размывчатые. И поэтому получается, что здесь из советов, что можно быть, очень хорошо проработать свой личный финансовый план. Почему именно 5-6 лет? Посидеть, подумать. Кстати, вот здесь вот под видео, Алина, я думаю, вам будет полезно пройти самое лучшее упражнение для развития инвесторского мышления. Поработайте один месяц над своими целями финансовыми. Там есть продолжение. Можете посмотреть, что с этим сделать. Определить цели, полагания. И скорректируйте свой портфель непосредственно. Потому что сейчас получается, что широкая диверсификация – это спокойствие. То есть, это позволяет, в принципе, чувствовать себя достаточно спокойно. И действительно, есть история, марковица, портфельная теория, что риск по портфелю меньше, чем риск по отдельно взятой бумаге. При этом, получается, у вас нет применения, что конкретно. Особенно компании, которые менее 1% занимают у вас в инвестиционном портфеле. То есть, как они будут влиять на общую итоговую доходность портфеля. Как они будут влиять на конкретное достижение личных финансовых целей. И если вас привлекает широко диверсифицированный портфель, то, наверное, более комфортным инструментом лично для вас будет являться инвестирование в индексные фонды. Так как присутствуют в портфеле компании из различных секторов, из различных стран. То есть, вы за широкую диверсификацию. Для вас будет более удобно при наличии статуса квалифицированного инвестора воспользоваться линейкой фондов Vanguard. Это будет дешевле. В первую очередь, дешевле в плане управления. 56 компаний, которые вы в возрасте 27 лет должны оценивать. Которые вы должны смотреть, что происходит с финансовыми показателями. И по которым вы должны принимать решения не только о покупке ее в портфель. Но и что, и когда вы будете делать. Сможете ли вы проконтролировать, занимаясь своей основной деятельностью, какие-нибудь ЧП, закрытие стран, какие-нибудь наводнения, отзыв, лицензия, преследование основного акционера по каким-то политическим мотивам или по экономическим мотивам. То есть, получается, здесь присутствует очень много рисков. С одной стороны, риски минимизируются по портфелю за счет большого включения компаний. С другой стороны, вы так много их набрали. И доля одной компании не столь велика, что вы сами себя нагрузили большим количеством проблем, которые можно избежать. И самое главное, доходность. Общая доходность портфеля. Как она соотносится. То есть, я не увидел, какую цель нужно достигнуть. Какая норма доходности для вас является ориентиром. И третье, я не увидел, какая общая доходность портфеля. Мне было бы очень важно, интересно здесь посмотреть, если уж я занимаюсь такой широкой диверсификацией, насколько общая доходность по портфелю соотносится с бенчмарком. Итак, друзья, если вам нравится формат разбора, может быть, хочется больше конкретики, может быть, хочется, наоборот, быстрее двигаться, ставьте лайк, оставляйте обязательно комментарии. Возможно, у нас это будет постоянная рубрика. Если наберем под данным видео более тысячи комментариев. Дмитрий нам запрашивает следующее. Здравствуйте, портфель создан для накопления денег для первоначального взноса для ипотеки. Горизонт инвестирования один год. Портфель на данный момент около трех месяцев. Деньги нужны будут примерно к сентябрю 2022 года. Расчет делается на дивидендные акции. На данный момент, мне кажется, ошибка в том, что слишком много активов в Сбербанке. Велся на большие дивиденды с ТМК. Инвестирую примерно 20-30 тысяч в месяц. Спасибо. То есть, получается, портфелью три месяца. Еще 12 месяцев он будет работать. 12-11 месяцев. Расчет делается на дивидендные акции. И человек сам признает, что у него есть перекос по Сбербанку и ТМК. Хорошо. То есть, определен горизонт инвестирования. Определен время, когда он непосредственно нужно забрать. И очень важно, что есть конкретная цель. То есть, человек копит на первоначальный взнос для ипотеки. Что мне, чего мне здесь не хватает? Мне не хватает здесь, какой взнос все-таки нужен по ипотеке. То есть, какая сумма в итоге должна быть через год? Если человек инвестирует 20-30 тысяч рублей в месяц, 300 тысяч рублей еще в следующие 12 месяцев будут инвестированы. Итого получается где-то 375-400 тысяч рублей общая сумма, которая у человека должна быть. Почему это важно? Потому что здесь получается достаточно короткий горизонт инвестирования. И смысл в том, что это некий гарантированный платеж, который нужно получить. То есть, получается, что в общей сложности за 3 месяца было проинвестировано порядка 70 тысяч рублей. 75 я насчитал, по моим прикидкам. Убыток составляет 7,3% за 3 месяца. Ну, вы можете ради интереса просто пересчитать это в процентах годовых. И у меня очень большой вопрос в этом случае, Дмитрий. А как вы будете относиться к тому, что если произойдет непредвиденное какое-то обстоятельство, и акции упадут еще на 10-15%? С одной стороны, можно радоваться, что деньги понадобятся всего лишь через 12 месяцев. И в этот период времени вы будете докупать акции по более низкой цене. Это с одной стороны плюс. Но, с другой стороны, минус заключается в том, что рынок может и не восстановиться. И какая целевая норма дивидендной доходности? Будут ли эти дивиденды выплачены по итогам следующих 12 месяцев? И когда нужно будет вносить первый взнос по ипотеке, получится так, что в надежде заработать более высокую доходность, чем вы можете получить по банковским депозитам, вы получите для себя рыночный убыток. И количество денег вам нужно просто элементарно будет работать больше. То есть, фактически, что нужно понимать сейчас, что на вас негативно влияет? Вы копите деньги на самом дорогом брокере. Это опять одно из замечаний. Второе. Вы копите деньги, которые нужны через 12 месяцев в очень рисковых инструментах, но нарушаете тем самым параметры риск-менеджмента, и нанесете на себе значительные риски, связанные с тем, что акции могут упасть в цене, и они могут падать очень и очень хорошо. Третий момент – это диверсификация. То есть, диверсификация, о которой я говорил, очень здорово, что вы один из немногих, кто представил разбивку своего портфеля по долям. То есть, у вас Сбербанка 46%. У меня нет никаких претензий к Сбербанку. Сбербанк – хорошая компания. Можно ожидать у него очень хорошие дивиденды. Он больше 1 трлн рублей все-таки по итогам 2021 года заработал. И здесь просто вопрос в том, что Сбербанк – это некий прокси на российский рынок. То есть, пока Россия интересна, пока высокие цены на нефть. Если у нас будет развиваться ситуация с локдауном, если у нас будет расти инфляция, если вдруг произойдет какая-то коррекция значительная на финансовых рынках, если будут повышать процентные ставки, и снизится цена на нефть, Россию будут продавать. В этом случае в Сбербанке, в чем заключается риск? Что это с фундаментальной точки зрения хорошая история. Но лично для вас он несет риск, связанный с тем, что в Сбербанке находится большое количество иностранных инвесторов. И в случае, если будет пожар на финансовых рынках в мире, то в этом случае нужно понимать, что по Сбербанку это тоже может ударить очень сильно. Плюс геополитические риски, ситуация с Украиной, если будут развиваться санкционные риторики, там в первую очередь будут касаться банков с госучастием, и по Сбербанку могут пройтись очень хорошо. Поэтому с большой осторожностью я бы сейчас смотрел на долю акций Сбербанков 46% в инвестиционном портфеле. МТС 18%, опять же, хорошая дивидендная история. Хорошая фундаментальная история имеет право находиться в долгосрочных инвестиционных портфелях, но не в портфелях на 12 месяцев, особенно в текущих условиях. Дим, мне очень за вас немножко страшно, потому что такой портфель иметь я бы побоялся. Но я, может быть, просто осторожный сейчас, за мной все-таки 7 иждивенцев находятся, и поэтому, если бы я был в вашей шкуре, принимал решение в настоящий момент, опять же, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, я бы с большой осторожностью смотрел на такой портфель. Какая бы ценная бумага ни была, какой бы привлекательной она вам ни казалась, что бы про нее ни рассказывали, что бы про нее ни пели, не покупайте данные компании в портфеле более чем на 15%. То есть даже если вам там зуб дают, что на этом можно заработать 300-400%, прям вот верняк. Ребят, видел я эти верняки, да, они обычно ничем хорошим не заканчиваются. Возможно, я бы здесь еще посмотрел в сторону хороших экспортно-ориентированных компаний. Я бы посмотрел здесь в рамках портфеля на акции компании Росагра, о которой мы говорили, я бы посмотрел, может быть, в какой-то степени на Сегежу с позиции, там дивиденды не очень высокие, но там хороший темп роста. Еще посмотрел бы в направлении сургут-нефтегаз привилегированных акций с позиции некой дивидендной доходности. Я думаю, что сургут-нефтегаз в следующие 12 месяцев может приятно удивить своих инвесторов. Это уж точно не хуже, чем Сбербанк. В заключение хотелось бы сказать, что из большого количества запросов, которые поступили, как бы много мы ни говорили о важности видения, целеполагания, горизонтов инвестирования, сколько бы мы ни произносили фразу, что люди себя очень сильно переоценивают на коротком промежутке времени и недооценивают на длительном промежутке времени. Но, опять-таки, именно это задание, именно такое живое взаимодействие с вами позволяет оценивать эффективность или неэффективность моей собственной работы. И поэтому я хочу еще раз сделать такой предновогодний подарок для всех. Это инвестиционный калькулятор, который вы можете забрать по ссылке ниже, где вы можете самостоятельно рассчитать свой инвестиционный капитал, сколько он будет составлять и как я вам сейчас покажу на собственном примере, как я непосредственно это делаю. Мы возьмем за ориентир Константина. У него цель долгосрочная, более хорошо прописаны цели. То есть, если человеку 31 год, мы, соответственно, заходим в калькулятор. Валюта расчета доллара США. Начальный капитал я собирался стартовать с 1000 долларов. Итак, что мы здесь зашиваем в параметры инвестирования. Буду ли я дополнительно инвестировать? Как часто я буду этим заниматься? То есть, сейчас, получается, я простраиваю свои ресурсы. Сколько я могу направлять на инвестиции? То есть, ежемесячные отчисления составляют 100 долларов. То есть, вот они 100 долларов. Периодичность отчислений ежемесячно. Год начала в 2018 году, год окончания в 2038 году, когда я для себя принимаю решение, что на протяжении 20 лет я для своей дочери 21 года инвестирую по 100 долларов непосредственно. И автоматически будет посчитана сумма в год и количество лет инвестиций. Или вместе с подарком на Новый год. Я дополнительно инвестирую еще 500 долларов. Но это происходит раз в год. То есть, я выбираю периодичность выплаты ежегодно, а не ежемесячно. Начиная с 2019 года, потому что первый подарок происходит в 2019 году. И точно так же до 1938 года на протяжении 20 лет инвестировать. На день рождения еще вкладывают 1000 долларов. Опять-таки, это разовое. Это раз в год ежегодно на протяжении 20 лет. То есть, вот все. Вот денежный поток, который я буду направлять на прирост капитала. Вторая цель личного финансового плана – это определить, какие непосредственно цели должны быть достигнуты. Ну, так называемое пенсионное обеспечение. С 1962 года я хочу, чтобы капитал, который получает моя дочь, как минимум пассивно, составил 5000 долларов ежемесячно, период с 1962 года и на протяжении следующих 35 лет, чтобы она получала этот капитал в размере 5000 долларов. Опять-таки, выбираем периодичность, как часто, ежемесячно, год окончания и следующие 46 лет, чтобы она этот капитал получала. Образование. Я хочу дать лучшее мировое образование стоимостью 500 тысяч долларов. 500 тысяч долларов нужно будет получить за период, то есть, это не надо сразу заплатить, с 1936 года по 40-й. 5 лет время обучения. Соответственно, в год это будут траты по 100 тысяч долларов. Аренда квартиры. Опять же, аренда квартиры – 2000 долларов. Закладываю, что это ежемесячно. С 1941 года, после того, как она получила 2000 долларов пассивного дохода, она сможет снимать хорошее жилье в любой точке земли на протяжении 10 лет, чтобы она могла спокойно менять место жительства. Следующие 10 лет после окончания института будет семья, чтобы она могла из собственного бюджета 5000 долларов направлять на аренду дома, который ей понравится жить с семьей на протяжении следующих 11 лет. Ну и потом, соответственно, выходим на пассивный доход в 5000 долларов, также в 40-м году, когда заканчивается образование. То есть, что я хочу сделать? Я хочу дать ей образование стоимостью 500 тысяч долларов, я хочу дать ей, соответственно, 7 тысяч долларов после окончания образования на аренду квартиры и 5000 долларов пассивного дохода базового, чтобы она могла не искать необходимую стоимость работы. Итак, друзья, первое. Мы определяем сумму средств, которые мы можем ежемесячно отчислять. Второе. Есть ли возможность у нас каких-то регулярных инвестиций, то ли на Новый год, то ли раз в год. То есть, периодичность выплаты выбирайте самостоятельно, ежемесячно, ежегодно или указывайте период, когда вы это делаете. Вторая задача заключается в том, чтобы прописать какие-то конкретные финансовые цели. Здесь финансовые цели можно прописать абсолютно любые. Просто нужно указывать дату начала вывода денег с вашего капитала. И последнее, что стоит указывать, это доходность, с которой вы собираетесь работать. То есть, с какого года, с какой доходностью вы работаете. Я предлагаю сейчас сделать следующее. Поставить просто пенсионное обеспечение в размере 5000 долларов. Мы откладываем по 100 долларов ежемесячно с 2018 года на протяжении 20 лет. Просто в инструменты с доходностью 12% годовых. Вот какой у меня будет финансовый результат. С доходностью 12% годовых я заработаю за следующие 21 год. Если я это буду пополнять на протяжении 20 лет. Если сейчас доходность проекта в миллион долларов за 8 долларов в день составляет 24% годовых, то можно посмотреть, что можно получить 300 тысяч долларов к 2036 году, инвестируя всего лишь по 100 долларов ежемесячно. Первое, что стоит взять и использовать, это инвестиционный калькулятор. Фактически это некий такой аналог инвестиционного плана, в котором как раз таки можно рассчитать, какой будет у вас размер капитала, исходя из возможностей, которыми вы обладаете, цели, которые вы перед собой ставите, а также нормы доходности. Важным моментом является соотнесение нормы доходности, которая указана в вашем инвестиционном портфеле, с нормой доходности, которую вы реально получаете. Из-за того, что это размывается, каждый брокер учитывает по-своему, у вас даются результаты по отдельно взятой позиции, по отдельно взятой бумаге. То есть достаточно сложно просчитать и учитывать, тем более если вы совершаете большое количество транзакций, покупки, продажи ценных бумаг, очень сложно рассчитать эффективную доходность вашего инвестиционного портфеля. Важно знать, куда вы двигаетесь, с какой скоростью вы двигаетесь и соотносить эту скорость движения с теми целями, которые вы перед собой ставите. Ключевая проблема, две трети той информации, которую предоставили люди, заключается в том, что не определены личные финансовые цели. Мы постарались это показать, разъяснить. Оставляйте комментарии, что еще, по вашему мнению, стоит дополнить или вам понравился формат разбора. Используйте данные сервиса. Надеюсь, что в следующий раз на разбор ваших конкретных портфелей будет другого формата информация. Она будет более осознанная, с учетом вашего портфеля уже в правильных сервисах, определенных финансовых целях. И рекомендации и советы, которые будут даваться, они будут более эффективны и продуктивны. У меня на это все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok